Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск. В студии Александр Иванчиков. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Эталон С имеет в управлении 113 многоквартирных домов. Количество поступивших обращений 315. Абсолютный рекорд по жалобам и предписаниям. Эталон С депутата Супони признали худшей управляющей компанией. Сейчас в тарифе присутствует несколько составляющих. С 1 апреля мусором Бурятии занимается Эко-Альянс. Разбираемся в тонкостях. Много поймали уже? Клеен. Целую рыбу. В Уймуре прошла 15-я байкальская рыбалка. Эмоции и победители в нашем репортаже из Кабанского района. Валерий Убадоев, бывший директор строительной компании «Зочи», предстанет перед судом за мошенничество. Предварительное следствие установило, что в бытность руководителям Убадоев незаконно завладел 12-ю квартирами на сумму 26 миллионов рублей. Предъявлено обвинение по четырем фактам мошеннических действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, летом прошлого года осудили Евгению Убадоеву, близкую родственницу бывшего руководителя Зочиева. Будучи замдиректора строительной фирмы, Евгению Убадоева незаконно завладела пятью квартирами и получила условный срок. Максимальный срок для самого Убадоева может составить до 10 лет лишения свободы. Эталон «С» официально признали худшей управляющей компанией «Улан-Удэ». Детище депутата горсовета Сергея Супони лидирует в своеобразном антирейтинге управляющих города по мнению муниципальной жилищной инспекции. По результатам рейтинга управляющих мы определили шесть обслуживающих организаций, в которые поступает наибольшее количество жалоб. То есть первый из них это «Эталон-С» имеет в управлении 113 многоквартирных домов, количество поступивших обращений 315. Отметим, что руководство «Эталон-С» абсолютный лидер по количеству предписаний от муниципальной жилищной инспекции. Лишь за прошлый год их обязали устранить 101 нарушение. Это на 85 предписаний больше, чем у ближайшего преследователя. А вот в антирейтинге ресурсоснабжающих организация лидирует ТГК-14. За год более тысячи жалоб от горожан и более 200 выявленных нарушений. Это около 18 миллионов рублей перерасчета за неправильный порядок начислений за тепло. На основе вот этого самого анализа вы подготовьте алгоритм действий или план работы. В этот план работы включите всех, кого необходимо вовлечь. Просто включите туда всех, кого необходимо вовлечь. И согласуйте это, пожалуйста, с главами районных администраций, комитетом городского хозяйства. Самые популярные жалобы горожан – это плохое качество работ и услуг, которые оказывают управляющие организации. Жалобы на низкие температуры, горячей воды и отопление, а также начисление платы за коммунальные услуги. И в продолжение темы о худших управляющих компаниях Улан-Удэ. Но на этот раз будут говорить не чиновники, а жители, которых обслуживает организация Сергея Супони. Далее подборка цитат от пользователей услуг «Эталон ОС». Это Супони вообще обнаглевший человек. Он нас вообще слышать не хочет. Я говорю, у меня уже Супони на улице встречал и говорил, все-все знаем, все пришлем, придет человек посмотреть и никого опять нет. К Супони к самому обращались, писали, вот ваша тоже группа с нами поехала, он даже нас в дверь не пускал. Руками отгородился и мы зашли нахально сами. Как Супони здесь разливался соловьем? Ой, да я вам все сделаю, да у меня все прекрасно и все на мази, все схвачено. Я депутат, все хорошо, так? Так. Где он этот Супони? Почему он не приходит? Вообще Супони нами не занимается. У него, видимо, лицензии нету, наш дом брошенный. Вообще кошмар, что творится? Приходил сам Супони. Приходили с сантехниками, вызывали. Пришли. Как вот увидели вот это все вот, вот эта гадская вот эта вот гадость, он как нюхнул, он вот так вот нос закрыл и убежал. Я его догоняла, догоняла еще по продолу, а он убежал. На Ивановой улице вообще ни одного туалета нету. Можно даже пройти, проверить. С 97-го года такой же туалет, все тот же самый мусор. Да, да, да. И все тот же Супони нашло. Я говорю, чубай с местного разлива. Не прикасаемый. Да кто Супони этот? Неприкасаемый. С 1 апреля в Бурятии заработал новый региональный оператор. Теперь вывоз твердых коммунальных отходов по всей республике осуществляет компания «Экоальянс». Напомним, что фирма выиграла конкурс в прошлом году и должна была приступить к работе еще в январе. Однако по ряду причин этого не произошло. Сейчас, когда определились с полигонами, мусоросортировочными станциями и тарифами, это стало возможным. Екатерина Устюшенко подробнее о том, что изменилось в жизни жителей республики с 1 апреля. Переход республики на нового регионального оператора связан с мусорной реформой. Обновленная схема обращения с твердыми коммунальными отходами заработала в России в начале этого года. У каждого региона свой тариф. В Бурятии он зависит от зоны проживания. Таких три. Итак, первая оплата будет 67 рублей 76 копеек. Во второй 66 рублей 91 копейка. В третьей 64 рубля 21 копейка на каждого прописанного человека в месяц. При этом строительный мусор или старая мебель будет вывозиться за отдельную плату. Мы находимся в 20 регионах с самым низким тарифом. Но считаем, что это правильно на сегодняшний день, потому что граждане не должны нести непомерные платежи на себе. Но в то же время хотим прийти к цивилизованной системе обращения с отходом. Первая обновленная квитанция жителям Бурятии придет в мае. При этом управляющие компании должны исключить из своего прайса стоимость этой услуги. Жителям частных домов, у которых заключены договоры с другими фирмами на вывоз мусора, беспокоиться не стоит. По закону старый договор утрачивает силу с момента начала работы регионального оператора. Подписать новое соглашение СЭК Альянс можно дистанционно на сайте компании. Оплачивать услуги через мобильный банк или МФЦ. В отдаленные районы республики доставка счетов будет заниматься Почта России. Сейчас в тарифе присутствует несколько составляющих. Региональный оператор отвечает за транспортировку. Прежде всего, начиная от контейнера. То есть, он взял контейнер, если рассыпался мусор, то водитель со стюартом обязан его с собой собрать. Дальше от транспортировки. Регоператор занимается обезвреживанием, обработкой, что подразумевается высортировкой, захоронением отходов. В республике две мусороперерабатывающих станции. На них, что называется, отделяют зерна от плевел. То, что не гниет и нельзя переработать, отправляют на полигон. Полигонов в Бурятии всего пять. Поэтому в тех районах, где их нет, будут использовать временные. При этом региональный оператор обязан вывозить мусор с таких мест хранения на новые официальные полигоны по мере их появления. Соответствующий список мы в Росприроднадзор направили. Сейчас он корректируется. Но это порядка 30 мест по республике. Меж тем, свыше 150 тысяч человек, проживающих в Бурятии, имеют право на льготы. Это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды всех групп, лица, награжденные знаком жителя блокадного Ленинграда и пострадавшие от политических репрессий. Надо отметить, что у граждан не будет необходимости обращаться за выплатой в отделы социальной защиты населения. Выплата будет производиться на основе информационного обмина с региональным оператором. Соглашение уже заключено. Обязательным условием выплаты будет являться оплата текущих платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Частичную услугу возместят и многодетным семьям, но лишь в том случае, если сумма за услуги ЖКХ составит больше 22% от доходов. Отметим, что религиозная организация Коальянс будет обслуживать бесплатно. Добавим, в частном секторе Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ мусор будут собирать от каждого дома. В железнодорожном другая схема. В железнодорожном мы решили поэкспериментировать. Частный сектор железнодорожного района отдан подряд МБУ КБУ, который выставляет кузова емкостью по 10 кубов, съемные кузова для удобства обращения. Карту расположения кузовов, впрочем, как и график вывоза мусора, можно в ближайшее время увидеть на сайте регионального оператора, либо узнать по телефону горячей линии 8 800 20 19 559. Екатерина Устюшенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. Запреты есть, логики нет. В Бурятии обсудили эффективность нормативного акта о сохранении озера Байкал. По мнению экологов и политиков, в закон уже давно пора вносить корректировки. То, что должно позволять строить школы, детские сады, больницы и так далее. Сейчас очень забюрократизированная процедура. И понятно, что она должна быть оставаться предельно жесткой для объектов рекреации, гостиниц, туристических комплексов и так далее. Но больницы-то с детскими садами – это то, без чего люди просто не могут прожить. У нас реализовывалась федеральная целевая программа охраны озера Байкал. И есть цели, которые в рамках этой программы не были достигнуты. Ну и претензии к реализации этой программы. И это мы понимаем, что многие вещи не реализованы в связи с тем, что действующее законодательство требует актуализации и настройки. Одна из главных несостыковок – это очистные. Дело в том, что в России пока нет доступных технологий, чтобы обеспечить качество стоков согласно федеральным требованиям. По мнению главы Бурятии, очистные нужно строить уже сейчас, пока есть все необходимые ресурсы. Обсуждение закона продолжится 10 апреля уже в Новосибирске. Детям-льготникам, которые стоят в очередях на детский сад, придется заново подтверждать свой статус. Причем ежегодно. В противном случае их переведут обратно в общую очередь. Отмечу, что формируют набор в детский сад по принципу 50 на 50. Половина из общей очереди, другая половина из льготной. Выгода последних в том, что ребятишек-льготников на порядок меньше, чем в обычной очереди. В этом отношении, когда мы актуализируем ежегодно льготников, то мы таким образом, как говорится, тех людей, которые уже не имеют льготу, снимаем с льготной очереди и уже они становятся в общую очередь. То есть соблюдается определенная, скажем так, социальная справедливость. Отмечу, в Улан-Удэ более 8 тысяч детей-льготников, которым все еще нужны места в детсадах. Подтвердить свой статус через портал Госуслуг смогут лишь те, кто изначально вставал в очередь именно через этот сайт. Всем остальным необходимо прийти на прием в Комитет по образованию города. Перерегистрация на льготную очередь будет оформляться вплоть до 12 апреля. Продолжаем выпуск. Ямка на ямке, волна на волне. Каждый год изо дня в день ресурсоснабжающие организации проводят аварийные работы, а вот после себя не убирают. Огромные ямы, неровная дорога – это малая часть того, что они создают. Подробности смотрите далее. Яму в 18-м квартале знают все. Ее размер сравним с небольшим озером. Все это благодаря тепломонополисту. Местные жители к ней уже привыкли и жизни без нее не представляют. Яма образовалась еще в начале отопительного сезона, когда там была, видимо, какая-то авария. То есть выкопали, все это зиму, оно как бы простояло в таком виде. А сейчас вот весной грунт стал оседать, и яма просела. Это ее подсыпали уже два раза. На самом деле там было, ну, вообще страшно ездить. Яма очень глубокая и мешает дорожным движениям. А если ресурсники и заделывают свои ямы, то спустя рукава. Выбоину по улице Октябрьской, 44, уже не раз латали. Но с наступлением весны асфальт все равно проваливается. Ребятишки, может, там и бегают, играют в грязи. А так-то, вот машины, посмотрите, как они ездят. Смотрите, прыгают прямо. Как-то даже остановился, что-то повредил один. Только с Иркутска приехал. И как вам, нравится наша дорога? Нет, это у нас не осыпано, это большая яма. В 105-м микрорайоне после ремонта трубы в прошлом году от дороги ничего не осталось. От этого страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. А вот смотрите, у нас вот идешь зимой, да, поднимаешься, не лестница, ничего. Скользишь. Освещение у нас, вот идем вечером по этой дороге, освещения вообще абсолютно нет. Наступаешь на камень, провалишься, можно ногу сломать зимой. Напомним, мы уже не раз говорили о халатном отношении ресурсников после ремонта. Недавно Игорь Шутенков тоже заострил внимание на этой больной для города теме. Вы в этом году собираетесь закрывать те дыры, которые сделали в прошлом году. То есть долги прошлого года. Это понятно, делать надо, но давайте так, с сегодняшнего дня начинаем работать. Вскрыли участок, после себя закрывайте. Не наступает положительная температура, закрывайте плиткой. Теперь за несоблюдение сроков ремонта и переходящей из года в год ямы ресурсников будут строго наказывать штрафами. Илья Балханов, Кристина Филипова, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. В Улан-Удэ растет число людей, травмированных на железнодорожных путях. Среди них есть и дети. Только за 18 год травмы получили три ребенка. Отлавливать и предупреждать таких перебежчиков отправились органы опеки и МВД. Подробности у Любови Абрамовой. От машины я ушел и от поезда уйду. Так и бегут люди в районе магазина «Абсолют» на улице Хахалова. Вначале через дорогу, а потом через железнодорожные пути. Здесь нет разрешенного перехода, а желающих хоть отбавляй. Люди недопонимают, когда переходят железнодорожные пути, не установлены в местах, что это может как бы спешка или жизнь. Ну, могут получить железнодорожное травмирование, смертельное. Ведь железная дорога является зоной повышенной опасности. Станции Заудинский, Южлаг, Тальцы, Читинский переезд – основные точки несанкционированного перехода через железнодорожные пути. Число горожан, которые хотят срезать путь, лишь растет. В этом году уже 900 нарушителей. Тогда как в 2018 году за три месяца порядка 600. Меры наказания взрослых – это предупреждение и административные штрафы от 100 рублей. За детей также несут ответственность родители. И взрослые нарушают. Поэтому взрослыми-то идет беседа о том, чтобы и сами не переходили, не давали пример детям, которые зачастую рядом идут. Все это направлено на предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми. Взрослые часто говорят детям слово «нельзя», но и также часто делают исключение для себя. За три прошлых года запрещающий знак не остановил 83 человека. Из них – семерых детей. 51 человек погиб. Любовь Абрамова, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Стать частью создания новой пьесы. С таким предложением Бурдрама обратился к своим зрителям. На сцене театра прошла художественная читка на бурятском языке. Современные драмы о бурятии от новоиспеченных авторов с синхронным переводом на русский язык. Подробности в материале Елены Нечаевой. Художественная читка – самобытный театральный жанр. Без костюмов, без подготовки. Только текст и зритель. Творческая лаборатория «Абьяс» запустила проект читки на бурятском языке для привлечения всех, кому небезразличен бурятский язык, кто говорит на нем или только готов учиться. Заинтересовались этим и московские драматурги. Действительно очень необычный формат, потому что на бурятском языке нет современной драматургии. Поэтому то, что сейчас происходит, очень важно и для театра, и для города, и для языка. Каких-то слов нет аналогов, какие-то слова мы оставили на бурятском. Здесь было все-таки, поскольку ребята, которые преподавали на русском, сначала было написано на русском, потом переводили на бурятский, я думаю, что в дальнейшем, наверное, делать будет наоборот писать. Под руководством московских наставников на свет появились 10 новых авторов. Участники на протяжении двух дней делились со зрителями своими пьесами, а актеры бурдрамы зачитывали новые для себя роли. Один из авторов, Булат Самбилов, представил свою неоконченную пьесу «Дурак». Объезд называется «Дурак». Фестиваль был, начал писать. Хотел затронуть такую тему героя, которая идет на пролом против системы. Оказалось, актуальна тема. Сейчас после обсуждения сказали, экологию нашу затрагивают. Очень было приятно. Изюминка читки – это обсуждение. Режиссеры и зрители делятся впечатлениями и идеей с авторами. Любое мнение здесь имеет значение. Интересно мне очень понравилось, очень актуально в наше время. Это в проплощном можно разговаривать, что есть такая проблема. На самом деле происходит катастрофа. Ну а как эта проблема исчезает? Проблема поставлена, но, так сказать, это он сам признает. Такой экспириенс необычен и интересен не только режиссерам и зрителям, но и самим актерам бурдрама. Ведь для роли необходимо в идеале знать бурятский язык. Я родился с бурятским языком, так скажем, вот, а потом уже учил русский. Мне легко. Бывают, бывают моменты, когда не знаешь слова, но это уже… У нас же много разных диалектов, и каждый район разговаривает по своему диалекту. Если бы Бэтмена играли на сцене бурятского драмы, на каком бы диалекте он говорил? Я думаю, он бы говорил на литературном бурятском языке. Трудоемкий и сложный процесс создания пьес на бурятском оказался под силу нашим драматургам. Первый опыт художественной читки на бурятском языке доказал, что родной язык еще не забыт. Горожане готовы и хотят смотреть бурятскую драму. Елена Нечаева, Федор Моденов, телекомпания АТН. Алиса Жамбалова заняла второе место на чемпионате России по лыжным гонкам. Битва за серебро развернулась на финишной прямой. Разрыв в две секунды решил исход соревнования. С результатом 39 минут и 40 секунд Алиса Жамбалова обошла Анну Нечаевскую и завоевала серебро чемпионата России. В категории «Скеатлон» на 15 километрах боролись 60 спортсменок со всей России. Золото взяла Анастасия Седова, чемпионка мира в эстафете 2019 года. В Оймуре прошла юбилейная 15-я байкальская рыбалка. 360 команд не только со всей России, но и мира одновременно ловили рыбу на льду Байкала. На праздник заглянули и специальные гости – Алексей Булдаков из «Особенности национальной охоты» и певица Анна Семенович. Кому достался главный приз – «Тойота». За всей палитрой эмоций и колоритом рыбалки наблюдал наш корреспондент Илья Балханов. Кручу-верчу, рыбку поймать хочу. И таких, как я, здесь около полутора тысяч. Байкал прекрасен как никогда, настроение у всех отличное. Каждый из участников настроен на победу. Некоторые даже приехали с другого конца света. Адам приехал в Бурятию из Конго. В его родной стране рыбалка не просто развлечение, а метод выживания. Однако подлёдный лов африканцам в новинку. Мы тут не случайно. Нам интересно было всегда рыбачить зимой на Байкале. Когда мы увидели там рекламу, что будет вот это вот мероприятие, мы решили тоже приехать участвовать. И это тоже гордость для нас – представлять свою страну. Рыбаки удивляли своими образами. Для некоторых байкальская рыбалка не просто соревнование, а настоящий праздник. Велик с облазом поймать больше всех, ведь победителей ждал внедорожник – Тойота Фортунар. Есть ли у вас какие-нибудь секреты по рыбалке? Свои. Конечно. Магические? Магические. Как клев? Отличный. Клюет. Целую рыбу. Мы часто выступаем на таких тоже уже региональных каких-то соревнованиях. Просто это интересно. Понятно. Надеетесь выиграть внедорожник? Конечно. И на нем же уехать в Таиланд. Это обязательное условие. Наша телекомпания также не осталась в стороне. Самые опытные рыбаки АТВ вышли на байкальский лед. И рыба, будто зная, что снимает камера, сама лезла в кадр. Андрей Семенович, как вам это удалось? Настоящие рыбаки рыбачат нормально. Это первая рыбка в этом году. Андрей Семенович, круто. Я тебя поздравляю. Что ты сделал вообще? Чем ты подкормил ее? На червяка. Только на червяка и на тесто. Клюет рыба сегодня. На бормаш не идет. Мы уедем на внедорожники сегодня? Пока вот на одно колесо поймали. Определить, кто на сколько запчастей наловил, должны были судьи. И пока шло контрольное взвешивание, зрители развлекали артисты. Байкальскую рыбалку посетили Алексей Булдаков из особенностей национальной охоты и певица Анна Семенович. Алексей Иванович даже по-свойски подсобил рыбакам. Я ночью ездил здесь, где рыбаки сейчас сидят, в конкурсе, которые участвуют. И поговорил с рыбой. Договорился. Ну, будут клевать. Договорился. Отлично. Что же до самой рыбалки? Таких уловов не было несколько лет. Общий вес выловленной рыбы – 134 килограмма. Третье место заняла команда «Динамо» из Улан-Удэ – 6,5 килограммов рыбы. За бронзовое место «Динамовцы» получили лодочный мотор. В шаге от победы остановилась команда «Ангара» из Иркутской области. «Ангарцы» поймали 7,2 килограмма. Им достался снегоход. Ну, а триумфаторами стали «Улан-Удэнсы» – команда «Джей-Ти-Эй». Им не хватило каких-то полкило до 10 килограммов. Однако этого хватило, чтобы забрать главный приз. Где-то главный приз? Вас 21! Нашелся! А, все! Куда? Кто? Ура! Главный приз! Тойота! Фортуны! В этом году рыбалка выдалась не только юбилейной, но и самой крупной. Книга рекордов России зафиксировала самую масштабную подлёдную рыбалку – 1400 участников. Илья Балханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ, Кабанский район. Вернули юность и взорвали соцсети. Улан-Удэнсы пели и танцевали на концерте группы «Руки вверх». Звучали все золотые хиты поп-группы 90-х. «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и многие другие. «Руки вверх» Переполненный зал ФСК собрал тех, кому слегка за 30, и билеты раскупили еще в декабре прошлого года. На концерте не обошлось без сюрпризов. Так на сцену неожиданно вышли отпетые мошенники. Они исполнили свои самые популярные композиции. И такой поворот зрителям был по душе. На этом концертные выходные для уланудэнсов не закончились. В воскресенье настало время для поклонниц Стаса Михайлова. Своими эмоциями они делились в соцсетях. На этом информационный выпуск завершен. И, кстати, с 1 апреля поздравляет вас редакция АТВ. Думайте сами, чему верить в этом выпуске. До встречи в эфире. Покупай в Абсолюте выгодно шампунь и бальзам Ось со скидкой 40% всего 208 рублей 99 копеек. Абсолют горнон низких цен. Скидка 25% на шампуни и бальзамы с Йоск Барис. Выгода через край. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин